Ну как тебе обстановочка? С ним ничего не случится потом, Петю. Он мусор заберёт. Саламу алейкум, Тумсо смотрел фильм «Источник» с Чингизом в главных ролях. Если да, что об этом думать? Самый умный Ахматовцев – это Патриот. Кстати, спасибо тебе, Джанго, за это напоминание. Я вообще забыл про этот шедевр от «Иллюзиониста». Оказывается, в парне умер актёр театра и кино. Он снялся в каком-то фильме, где он играет роль силовика, допрашивающего журналиста новой газеты. И это всё там несколько десятков минут, по-моему, идёт. Полчасовой, кажется, фильм. Короче, долгий какой-то фильм. Но проблема в том, что там как бы стёб, они смеются. Это сатирический такой, можно сказать, фильм. И проблема в том, что смеются они над убийством 27 человек. Над их бессудной казнью. То есть, это всё было бы смешно, если бы не было так грустно. Вот в чём проблема. Актёр из «Иллюзиониста» так себе. Я думаю, кинематограф, российский кинематограф ничего не потерял от того, что в фильмах и сериалах российских не снимается Чингиз Ахмадов. Но можно, в принципе, немножко подтянуть, пройти какие-то курсы. Может быть, у него есть будущее. Хотя вряд ли, конечно. Но попробовать себя не мешает. Тогда он уже будет более на профессиональном уровне устраивать батл с Закаевым. Уже как актёр с актёром. Томсо, я вот тут подумал. Вот убежал я от преследования Кадыровской и Путинской прокуратуры. А сейчас в Европе приходится остерегаться от Закаевской прокуратуры. Так и живём. Да, нелегко. Томсо, ты ставишь под сомнение образование Кадырова. Я хочу сразу опровергнуть эту ложь. Он мой однокурсник в Лахачкинском универе. Вместе учились. Отличник был. Очень одарённый малый. Отвечаю же есть. Я вообще никак не ставлю под сомнение. Факт его высшего образования. Томсо, почему твои эфиры с 30 тысячами просмотров и полутора сотнями комментариями выходят в тренды? Это ошибка Ютуба или Госдеп? Серьёзно, это странно. Другие так не выходят. Какая ошибка. Это работа. Нет, если серьёзно, то я не знаю, как работают эти алгоритмы ютубовские, но реально, на удивление, эфиры попадают в тренд. Черкес. Бро, если бы Кадырыч попал на фронт в 1941 году, интересно, смог бы он крикнуть немецким солдатам, «Э, вы быстро собрались и уехали в течение часа, иначе я вас, Дон, уничтожу». Немцы испугались бы его или, ну, конечно, всё так и было бы. Он бы поправил свою мину, завязанную у него на поясе. Она у него всегда как бы привязанная. Он её носил, никогда не снимал. Её просто нужно было себе так подправить. Потом он взял бы с собой нескольких своих товарищей, сел бы в машину, поехал бы прям в стан немецких войск нацистских. И там было бы такое место, такое удобное для того, чтобы взять позицию. И он бы выскочил из машины, занял бы позицию и сказал бы, «Эй, где там этот Борман Геббельс?» И назвал бы ещё там фамилии рандомно. «А ну-ка, позови их сюда!» Вот тех бы привели, он сказал бы, «Я даю вам ровно час времени, вы должны убраться с территории Советского Союза, иначе я вас всех уничтожу». Кто знает, может быть, именно так и была выиграна. Война в 45-м, мы просто об этом не знаем. Тумсо, что связывает вас, чеченцев, с лизгинами? Нас с лизгинами связывает одна религия и Кавказ, наш регион. В последнее время среди чеченцев и ингушей появились утверждающие, что якобы слово «войнах» нам навязали, чтобы убрать чеченцев, чеченец и ингуш. По-моему, это глупость, объединяющий нас термин «навязывать нам не будут». Ну да, согласен, я не думаю, что это как бы нам навязано. Сам термин «войнах» он искусственный, то есть его ввели как некий этноним для обозначения чеченцев и ингушей, но ввели его, этому термину нет даже ста лет, относительно недавно. Но это не значит, что это плохой термин, против него нужно как-то выступать. Нет, это нормальный термин, его можно использовать как объединяющий фактор чеченцев и ингушей. Когда ты не хочешь говорить чеченцам и ингушей, ты можешь сказать «войнах» и понятно, что речь идет о чеченцах и ингушах. Я тоже использую этот термин часто. Это не повод как бы против этого термина сейчас, ополчиться там его. Это нормально. Он искусственный, да, но он прижился. Он используется. Просто не нужно пытаться сакрализировать его, да, этот термин, придать ему какую-то сакральность. И в то же время ополчаться против него тоже не нужно. Относитесь к этому спокойно, нормально. Мы в «войнахе», да, ахамдулилах, мы в «войнахе». Каждый раз замечаю и убеждаюсь, что один чеченец сможет говорить на любые темы. А два и более только о том, в «войнахе» они или не в «войнахе», чеченцы они или не чеченцы. Надоедает этот ваш национализм. Ладно. Ты не спеши называть лжецом. Я не говорил, что у Орстхойцев, согласно ДНК-проекту, вообще нет единых предков с чеченцами. В процентном отношении у ингушей больше с чеченцами, чем у остальных. По ДНК-проекту у Орстхойцев нет общих предков с чеченцами. По ДНК-проекту Орстхойцы — это чеченцы. Вот в чем дело. И у нас, у чеченцев, в том числе и Орстхойцев, так как это наша часть нас, у нас с ингушами есть общие предки. Вот так вот будет правильно. Орстхойцы — это такие же обычные чеченцы, как и любые другие чеченцы. Почему тогда Орстхойцы оказались разбросанными среди чеченцев и ингушей, если они не были отдельным народом? Ну, ответ же очевиден, потому что они проживают на границе. Точно так же, как Орстхойцы и Мелхи, и Эхки. Те тейпы, которые проживали на границе, они оказались разбросаны на две части. По-моему, правы те, кто говорят, что они больше всех воевали против России, и поэтому искоренение. В истории не существует никакой отдельной войны, в которой воевали Орстхойцы. И никто больше, чтобы не воевал. Такого нет. Поэтому они не воевали ни больше, ни меньше. Они воевали вместе со всем чеченским народом. Потому что это обыкновенная часть чеченского народа. По комментам можно подумать, что некоторые простолютины считают, что Томсо последней инстанцией в правдивых знаниях об ингушах, Орстхойцах, Андийцах и других, и про современные Кавказы истории. Так и есть, Хамзат Вадаев. Я последняя инстанция. Я заключительное решение принимаю. Скажи, что ты пошутил насчет последней инстанции, а то снова неправильно пойму. Да, кстати, для тех, кто в танке, я пошутил насчет последней инстанции. Я не последняя инстанция. Я вообще не инстанция. Мне кажется, что русские специально выбрали те тейпы, которые на границе Ингушетии и Чечни для отделения, как второй этап раздробления чеченцев. Первый был создание из чеченцев Ингушетии, а второй – тейпы. Я думаю, мы и без России прекрасно сами справляемся с разделением, с ненавистью друг к другу. Так что Россия может просто отдыхать, оставив все это нам самим. В том, что тебе не стыдно про осетин так хорошо говорить, они убивали твоих братьев Ингушей. За это ведь не несет ответственность индивидуально каждый осетин. Те, которые были задействованы в убийстве, об этих людях хорошо никто не говорит. Они являются преступниками. Но среди осетин, как я сказал, есть очень хорошие и достойные наши братья. Именно наши братья – мусульмари. Поэтому давайте свои националистические предубеждения отбросим в сторону. От них воняет сильно. Будем иметь политические претензии. Это одно дело. Какие-то там иные, территориальные и другие тоже можем рассмотреть. Но националистические их даже рассматривать не будем. Просто фу. Томсо, ас-салам алейкум. Говоря о грузинах, почему ты не говоришь про братскую поддержку азербайджанцев? Ведь мы поддерживали своих братьев, но к чему время войны, и у нас до сих пор живет много чеченцев. Алейкум ас-салам. Когда я говорю про грузинов, я не должен говорить про азербайджанцев. Потому что я говорю про грузинов. Когда я говорю про азербайджанцев, я говорю про азербайджанцев. Те наши братья в Азербайджане, которые поддерживали и продолжают поддерживать нас, им огромный респект и наша любовь.